приветствую зрители и подписчики моего канала сегодня у нас будет очередное блюдо из фарша готовится довольно таки быстро я вам хочу сказать очень даже вкусно фарш можно брать любой я взял я взял в данном случае говяжий фарш у меня порядка где-то 400 грамм говяжьего фарша кому будет интересно по раскладку я выложу в описании данного видео но прежде хотел бы вас заочно попросить подписаться на канал то еще не подписан в конце ролика поставить лайк и написать комментарий что вы думаете по данному рецепту ну что начинаем значит значит на плите у меня стоит уже сковорода разогревается я туда добавляю растительного масла можно в идеале вообще можно добавить оливковое масло так как он немножко дорогое и у меня наличие то я добавляю растительного масла добавляю растительного масла жду пока она раскалится достаточно а тем временем чищу лук лука нам потребуется всего половина головки мы и будем мелко резать так что вот Приготовили мук, переложим его в тарелку пока, пускаем пока подождет своей очереди и займемся, у нас есть красный острый перец, вот у нас сковорода раскалилась вместе с маслом, отправляем туда наш фарш. И займемся острым перцем, перца нам понадобится совсем чуть-чуть, половинка перца, режем пополам, семечки убираем и тоже мелко вышелкуем. Если блюда будут кушать вместе с вами дети, то перца можно чуть конечно и поменьше положить, но все опять-таки зависит от остроты перца, если перец не сильно острый, то рассчитывайте сами по своему усмотрению. Ну вот что мы имеем, значит фарш, воду уже все отдал, вода испарилась, теперь добавляем лук. Штатина перемешиваем и также обжариваем, чтобы лук приобрел золотистый цвет. Не забываем помешивать. Но пока фарш у нас с луком жарится, почистим пока чеснок, вернее порежем, он у нас уже почищен. Я думаю будет достаточно одного зубочка чеснока. Ну вот, фарш у нас уже немного поджарился, добавляем туда острый перец. И тоже тщательно перемешиваем. И вместе с фаршем даем нашему перцу протушиться порядка 3-5 минут, чтобы он пустил остроту. Можно масло добавить, лишнее не будет. Ну вот, перец отдал уже свой сок, добавляем чеснок и тоже перемешиваем. Все это делаем мы на среднем огне, потому что на большом огне будет подгорать. Надо успевать его перемешивать. Тоже буквально 2-3 минуты чеснок дает свой запах. И следующий наш ингредиент это капуста брокколи. Можно брать также цветную капусту. А вообще в идеале, в идеале, если исходить из итальянской кухни, как они готовят, они берут соцветия репки или редьки и вместо брокколи туда кидают. Но брокколи, у него тоже такой горьковатый вкус, тоже дает определенный результат. Поломаем, чтобы они поменьше были. Доливаем кипятка и накрываем крышкой. Ну вот, немного протушилась она, порядка минут 15. Перемешиваем. Солим. Еще раз перемешиваем. Можно полить еще чуть-чуть маслом. После чего добавляем вот таких макарошек сюда. Перемешиваем. Даем немножко прогреться макароны. Пропитаться соком, тот, который был внизу. Выкладываем на тарелку. Вот таким образом. Посыпаем все это сыром. Чтобы сыр наш растаял. Смотрите, какая красота. Вот он, сыр тает. моего. И теперь пробуем. Обалденно. Главное с перцем не переборщить. Обалденно. Чуть не забыл. Чуть не забыл, ребят. У меня есть вот такая вот настойка. Называется зубровка. Ссылку оставлю в описании. Кому интересно будет рецепт приготовления. Значит, за вас, за ваших близких. Дай бог вам всем здоровья. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Будь добру. Не, это просто шикарно. Не пожалеете. Уверяю вас. uroицей. Уверяю вас. Уверяю вас.